Всем привет, это доктор Ахмед Эрих. Я эндокринолог и специалист по лечению диабета. Сегодня я хочу поговорить с вами о лучших препаратах для похудения. Многие из вас пробовали разные диеты, эту диету, ту диету, китодиету, средиземноморскую диету, но в итоге большинство из них не работают. Почему? Потому что, знаете ли, мы не созданы для того, чтобы сидеть на диете. Мы созданы для того, чтобы питаться нормально, как это заложено природой, но, к сожалению, мы больше не питаемся так, как это заложено природой. И в западном обществе мы едим просто потому, что так принято, едим от скуки. Еда доступна повсюду. Просто похудеть сложно, и некоторые из вас согласятся с этим. Некоторые скажут, о нет, у меня сильная воля, я не могу похудеть. Что же, тогда это видео не для вас. Можете закрыть его и перейти к другим моим видео о диетах. Но если вы ищете лекарства для похудения, я сейчас скажу вам свое честное мнение. Итак, ребята, я расскажу вам, что бы я использовал для похудения. Если бы я хотел сбросить вес, что бы я использовал? Что бы доктор Эрин использовал для себя или своей семьи для похудения? И я использовал. Я использовал это для себя и для своей семьи. И это не по назначению, хотя есть и по назначению. Есть и лекарства, которые можно использовать. Но некоторые из вас знают об этом. Например, виктоза, аземпик, трулюсид и вието. Многие пациенты, которые принимают эти лекарства от диабета, эти препараты для диабетиков теряют вес. Некоторые из них так сильно похудели в моей клинике, что приходят и говорят, доктор, можно ли нам прекратить принимать это лекарство, потому что я больше не хочу худеть. Честно говоря, я не слышал таких заявлений от пациентов, принимающих другие препараты для похудения. И я получаю такие запросы, мол, мой диабет полностью в ремиссии, мой Э1С 5,3. Я похудел на 60 фунтов и выгляжу слишком худым. Можно ли мне сменить это лекарство? И я говорю, что это странный вопрос, потому что обычно люди всегда просят назначить им лекарства для похудения. Но, честно говоря, эти лекарства очень эффективны. Это мои любимые препараты для похудения, и они дают наилучшие результаты. Мы называем их классом ГЭЛП-1 для диабетиков и недиабетиков. Кстати, они действительно работают. Функция похудения работает как для диабетиков, так и для недиабетиков. Проблема недиабетиков в том, что страховые компании обычно не так легко покрывают расходы на эти лекарства для похудения, как на лекарства диабета. Если у них диабет, то с покрытием проблем нет. Если у вас нет диабета, то это немного сложнее, но есть способы обойти это, и я расскажу вам через минуту. Я говорил о Ризе, но не сказал о Ризе Плюс, верно? Так вот, Ризе Плюс – это тоже таблетки. Большинство этих препаратов действуют как инъекции, и последнее дополнение к этому классу – это рубазис, который по сути тот же, что и аземпик, но в форме таблеток, что немного облегчает его применение. Аземпик, например, вводится раз в неделю, как и виктоза, которая вводится раз в день. Это гормоны желудочно-кишечного тракта, которые замедляют работу желудка. То есть желудок замедляет свою работу, и ваш мозг перестает чувствовать голод, и вы внезапно начинаете чувствовать насыщение гораздо быстрее, чем обычно. Это одно из главных преимуществ, но также вы больше не испытываете сильного желания есть все подряд, и голодание больше не является проблемой при приеме этих препаратов. Теперь вы можете сказать – это же лекарство для диабетиков. Диабетики должны есть, иначе у них упадет уровень сахара в крови. Но это не относится к препаратам этого класса. По сути, когда вы принимаете ГЛП-1, если только вы не принимаете селину или инсулин, ГЛП-1 сам по себе не снижает уровень сахара в крови. Он может нормализовать его. Он может поддерживать уровень сахара в крови в пределах от 80 до 120, и самое приятное, что вы можете есть то, что вам нравится. Но не будете испытывать сильного желания это съесть. Допустим, вы больше не отказываетесь от хлеба, риса и макарон, а теперь можете довольствоваться небольшим количеством риса или макарон. Вы знаете, что даже небольшое количество хлеба удовлетворит ваш голод, и вы не будете чувствовать себя обделенно. Вот почему я так часто назначаю эти лекарства. И хотите верьте, хотите нет, но в СМИ или даже в рекламе иногда говорят о таких вещах, как рак поджелудочной железы или рак щитовидной железы. Я занимаюсь этим уже 10 лет. Я не видел ни одного пациента, у которого был бы рак поджелудочной железы от этих лекарств. Хотя я выписал их, наверное, десятки тысяч. Это было замечено на крысах, а не на людях. Если у вас в семье были случаи рака поджелудочной железы или рака щитовидной железы, как об этом говорят в рекламе, мы принимаем дополнительные меры предосторожности. Я говорю нет. Некоторые люди умоляют меня. Они приходят и говорят, у меня в семье был рак поджелудочной железы, но я прочитал об этом лекарстве и хочу его принимать. Я хочу похудеть. Я отвечаю, извините. Извините, но это вопрос закона. Я не думаю, что это вызовет у вас рак поджелудочной железы, но это указано на этикетке. У вас есть семейная история. Я не буду вам его назначать. Знаете, у меня есть лицензия, и я должен ее защищать. Но в остальном, на мой взгляд, я спокойно назначаю лекарства своим родным и друзьям, конечно, своим пациентам. И я думаю, что они самый революционный класс. Потому что это позволяет избежать инсулина. Если вы на инсулине, это поможет вам отказаться от него. Если вы не принимаете инсулин или другие лекарства, это поможет вам сбросить вес и при этом придерживаться низкоуглеводной диеты. Не обязательно совсем без углеводов и вести нормальную жизнь. Если вы посмотрите видео на YouTube, то увидите, что там врачи, мануальные терапевты или другие люди без медицинского образования просто говорят, что нужно отказаться от углеводов. Зачем люди смотрят эти видео, чтобы просто слушать, как они говорят, что нужно отказаться от углеводов? Потому что это не имеет никакого смысла. Люди едят углеводы, но есть разные способы это делать. Я считаю, что эти лекарства очень помогают диабетикам. Если у вас нет диабета, они тоже помогут вам сбросить вес. Как получить эти лекарства? Если у вас хорошая страховка, которая не спрашивает, диабетик вы или нет, ваш врач выписывает вам рецепт, и вы получаете лекарства. Таких страховок много. Если у вас такая страховка, это здорово, потому что врачи могут выписывать лекарства, не указанные в инструкции. Например, я использую лекарство от давления, но могу использовать его для чего-то другого, для улучшения работы почек. Я могу использовать лекарство от простаты. Я могу использовать его от выпадения волос. Мы делаем это, потому что знаем, что это работает, или знаем, что это поможет, но это не было изучено и не одобрено ВДА. Поэтому, если ВДА еще не одобрило это, или если недостаточно исследований, чтобы это одобрить, мы называем это вне инструкции. Это не значит, что это вредно для вас. Вот и все. Так что, если ваш врач считает, что это лекарство может вам помочь, и ваша страховка позволяет вам его принимать, то вы можете его получить. Но иногда, если ваша страховка требует предварительного разрешения, и если у вас нет диабета, даже не пытайтесь. Они вам откажут. Теперь, что касается того, как еще можно получить лекарства, есть препарат под названием Рубалэсис. Он недавно появился на рынке, похож на Аземпик. Это таблетки, и они действуют как ваучер, так что я уже выписал их многим людям, и если у них есть коммерческая страховка, а не Медикэр или Медикэйт, то они могут получить их, если используют ваучер. Нужно зайти на сайт, отправить смс. Просто зайдите на их сайт robos.com, и там вы увидите, как получить помощь или что-то еще. Так, веди этот номер, тебе пришлют информацию, а потом пришлют ваучер, и ты с ним идешь к фармацевту, он проверяет, есть ли у тебя страховка. И если есть, то ты получаешь лекарство за 10 долларов в месяц, и это помогает сбросить вес. Конечно, твой врач должен знать об этом лекарстве. Нужно постепенно увеличивать дозу в зависимости от реакции организма. Обычно это делается раз в месяц. Но на мой взгляд, как я уже сказал, аземпик, тролиса, тераблисис, виктоуса – лучшие лекарства для похудения. Еще есть сексенда. Это лекарство, одобренное в ДАД для снижения веса. Что такое сексенда? Это лекарство, которое действует так же, как виктоуза, только в нем больше дозы. И я думаю, что тролисити сейчас проводит исследование, чтобы включить его в список лекарств для похудения, одобренных в ДАД, или чтобы его можно было принимать без рецепта. Но это то, что вам поможет. Если у вас есть страховка от работодателя, то сексенда точно можно будет принимать. Например, некоторые работодатели говорят, знаете что, я забочусь о здоровье и благополучии своих сотрудников. И я готов оплачивать это лекарство, даже если ваша страховка его не покрывает. Или у вашего работодателя может быть такая страховка, потому что у вас, например, United Healthcare или Blue Cross, но у вашего работодателя может быть другая страховка. Не такая, как у United Healthcare или Blue Cross. Так что вы можете спросить у своего работодателя. Если это лекарство, которое выписывает врач, то вы, конечно, можете принимать сексенду. Это другое название виктозы, которая используется для похудения. Вы можете спросить у врача, для этого нужен рецепт. Что еще есть? У нас есть еще феном. Это дженерик, это препараты, которые есть у многих врачей. Они просто открывают клинику для похудения и выписывают фентермин. Фентермин или феном. В чем проблема с феном? Это контролируемое вещество. Вы должны находиться под наблюдением. Он может повлиять на частоту сердечных сокращений, вызвать побочные эффекты, но его нужно отменить через три месяца или около того. Потому что по закону в большинстве штатов нельзя выписывать рецепт на всю жизнь. Это контролируемое вещество, потому что его безопасность не доказана. Да, он все еще контролируемый, но его можно принимать в течение длительного времени. Он дороже. Его покрывают только некоторые страховки. Обычно его цена составляет от 100 до 130 долларов. Вы можете поискать другие препараты, но вам понадобится рецепт, и скорее всего вам придется обратиться к врачу, потому что это лекарство относится к категории контролируемых. В большинстве случаев вам нужно будет следить за частотой сердечных сокращений и так далее. Кроме того, есть и другие препараты, но, честно говоря, вы знаете, что ваша химиотерапия, фентермин и другие таблетки для перорального приема не очень эффективны. Недавно было отозвано с рынка лекарства под названием Белвик. Так что его тоже нет. На данный момент у вас не так много вариантов, кроме фентермина и космия. Иногда используют волбутрин или бупропион для похудения, но их эффективность не так высока. Но знаете, это антидепрессанты. Антидепрессанты вызывают увеличение веса. Волбутрин или бупропион немного снижают вес. Это плюс. Но опять же, мой любимый препарат – это ГЛП-1. Да, они могут вызвать небольшую тошноту или проблемы с желудком в начале приема, но потом это проходит, и, на мой взгляд, они снижают уровень холестерина. Улучшают резистентность к инсулину и помогают сбросить вес. Это лучшая стратегия похудения с минимальными побочными эффектами, на мой взгляд. Еще раз, это абсолютно не спонсируемый ролик. Это мое честное мнение, то, что я думаю и что я делаю в своей практике. Надеюсь, это видео было полезным для вас, ребята. Пожалуйста, поставьте лайк, и увидимся в следующем видео.